так сегодня будет вот так погнали лохматый всем привет мы снимаем продолжение вторую часть про ароматы монодиорио у нас здесь столько ароматов что приходится делить видео на две части вот будет распаковка вот этого мы с ним не знакомы ну давай начнем с аромата о абсолю из линейки золотое сечение я его очень хотела попробовать знаешь почему потому что есть возможность его купить париж париж из самого пары нам его могут доставить благодаря все благодаря нашей группе и нашим уже подругам можно сказать по переписке парфюмерным подругам кстати говоря наталья которая согласилась купить нам этот аромат прислала мне оль вот такой вот пакет ты еще не знаешь сюрприз это слепые за тесты и следующее видео мы снимем с олей и с ними втроем довольно будет интереснее так аромат называется абсолютно 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 из линейки золотое сечение ухты здесь у нас тоже идут цитрусы такие цитрусы яркие такой лимон но колонистый такой это не колон случайно это все парфюмированного оде парфюмированного это все оде парфюмированного написано может быть это вообще а концентрация духи ну очень явно цитрусовый такой аккорд это все таки оде парфюмированного вот эти цитрусы я цитрусы терпеть не могу но здесь они какие-то вот мягкие вот они не бьют в нос это оде парфюмированно а для меня эти цитрусы оля не такие уж мягкие они все-таки оде колонисты вот классический оде колон да ну с оде колоном аромат сложно сравнить все таки он тринадцатый год парфюмер моно диорио видишь вышел после ее смерти и кстати говоря кто не в курсе моно диорио умерла в 2011 году ты ей было 42 года то есть она была совсем молодая как и я кстати видела снимки на половину испанка на половину не итальянка у нее такой испанским что-то такое там какая-то смесь с горбиночкой итальянский такой шарм и придававший в некоторых источниках написано что она просто утром не проснулась не знаю таких подробностей а где-то написано что там у нее была какая-то операция в общем не знаю не будем о грустном очень жаль ну очень жалко и молода могла бы еще столько ароматов создать значит аромат ее у абсолю вышел он в 2013 году у нас здесь вверху петит грейн клементин сицилийский бергамот в середине масло иванского ветивера кстати ветивер это была ее любимая нота и он часто они возникла она случайно проскакивает лавр герань розовый перец это лапданом мускус и вирджинский кедр лапданом тоже может давать чуть-чуть такой дымок теплый вот я чувствую немножечко церковное масло не рота ладно немножко небольших концентрациях и все это на фоне цитрусов то есть вот этот вот трио пяти грейм и вот цветок а клементин видишь и сицилийский бергамот то есть такие цитрусы не сладкие кислые вот они очень все слышно интересно как он будет носиться и раскроется я уже чувствую пошло какое-то раскрытие да и вот там ты видишь за вот этой светлостью с бергамотов и вот этих цитрусов там такое дно темное опять открываем дымок ощущаем для меня это вот как контраст света и тени вот что абсолютно раздваивается вот так идет по такой развилкой аромат вообще так интересно буквально минуты прошли цитрус и вдруг раскрывается вот это вот лаженый с дыма и такое загадочное я обожаю такое очень интересно интересно как ты уже завьется все вот сейчас это носить по прохладнее звучит лучше очень здорово оль опять же аромат на любое время года и зимой я его вижу за счет цитрусов и весной я их вообще не ношу но вот это я буду носить это мне кажется там такой ладан красиво вылезет потом расскажешь я жду дымности и масло мира чувствую и ветивер и весной такой нежный ну круто скажи вот это это очень прям произведение искусства вообще для меня все эти ароматы дай бог чтобы он был в париже наташа мне его обещала тоже купить натали жду жду кулачки следом надо да надо когда я увидела название мир в касате или казате но мира это вообще один из моих самых любимых компонентов парфюмерии я поняла что надо вот я бы не отважилась ольга мы с тобой полностью две противоположности ну видишь как хорошо и я и это не моя любимая нота я обожаю миру все что вот связано с ладанами мирами мистикой и церковью ты любишь это а я наоборот от этого настолько далека мне нужно такое все понятное конфетки цветочки дайте пудры а мне дайте канифоля с мирой и ладаном я долго пыталась вспомнить как пахнет канифоль когда вы это описываете я сидела вспоминала эти моменты паяния мне пришлось нырнуть 40 лет назад когда я еще в детстве маленькая была в общем мира это мира а казате это графиня казате которая в достаточно молодом возрасте лишилась родителей ей передали там хорошее такое денежное наследство и она устраивала там какие-то пышные вечеринки всякие гуляла прогуляла и такая была девушка интересная могла выйти 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 вообще полностью обнаженная с какими-то змеями на шеи там на руках вот такое вот да мне такой нравится ну вот аромат как по мне он такой мужественный тут такой стержень тут такое я хочу ли чем умный он немножко сейчас даже коньячным чем-то мне отдает немножко лекарственные травы немножко да есть бальзамы как это ты права ты справа ты сказал про змеи вот мне сразу какой-то вот с каким-то вот не животиной такое знаешь млекопитающих а вот каких-то наверное вот земноводных хотя змеи особо не пахнут но вот какая-то знаешь бальзамичность такая вот ассоциация со змеюками может быть это этот змеиный бальзам что-то такое на вилле и есть что-то от темного кваса вот особенно в жару да вот прям на коже квас да ладно темный темно-коричневый да хлебный квас да нет не ощущаю сейчас нет нет на блот и любишь разное время и он в разную температуру и он прям немножечко горький он вообще вообще не сладкий аромат не похож ни на миру от а не гуталь которую я обожаю то слаще и совсем не такая мистическая знаешь что я тут слышу отголоски тоже зоологиста ну ты что да ну ты видишь вот у нее везде какая-то животина проглядывает причем такая очень интересный аромат не знаю может быть с крышки попробуем но ты знаешь в первую очередь когда его нюхнула мне показалось амбра да и вот сейчас я слышал мне немножко еще с руки амбра идет я сегодня носила амбру от флорайку и тут тоже есть в общем он такой темный сейчас какие-то лимонады предыдущих и вот на мужчине это вообще за тоже но это фантастика створ здесь была кричный мне тоже нравится вот эта лекарственность немножечко солодка знаешь чуть-чуть аниса такая вот микстурка от кашля и вот сейчас суши они в жару они были совсем другие совсем фантастически сейчас вот мир как как-то знаешь новый а где уже на руке вот он какой интерес 14 год парфюмер мелани леру то есть это уже аромат немон и здесь не появится вот этой свежей веточки смотри тут мира гвояк кардамон ладан лакричник нагармота сиамский бензоин розовый перец шафран красные ягоды и почули почули почувствовал вот это круто вот это наверчина вот это очень нравится нравится очень сложный такой ой на осень и на зиму опять же да вот загадочно это ты идешь вот шуршишь листьями в теплом уже пальтишки да каким-то шарфом агно да и размышляешь бренности нашего бытия и думаешь выпить ли мне стаканчик вина сегодня потреск дровишек в камине и что-то уютность есть вот какие-то размышления вот медитативность какая-то спокойствие умиротворение все здесь есть немножко грустный осенний знаешь куда бы его надела правда грустно ну красиво грустно я люблю в такую погоду осеннюю прийти на кладбище вот посетить могилы своих родных не просто погулять по кладбищу от есть люди которые любят гулять по кладбищу ты знаешь есть экскурсии даже по кладбищу правда и вот такое вот настроение вот я бы пришла такая золотая осень да это вот побыть наедине с собой да очень 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 амбро тоже вот это конечно меня задело ух здорово ну что все мы все перепробовали еще вот это у нас осталось твои открыты твои пробники ну что-то в первой части было много-много оля держи не нужно ли тебе это пластмассовая штука так здесь еще одна картонная коробка которая выдвигается все сложно я не трогала не нарушала его не открывала целостности вообще нет мы это говорим слушай мне так интересно что это за штука ну как у фокусника коробка зеркальная зеркальный ящик тут вот такая вот красота красиво вот эта вот штука однозначно ваниль прекрасно кстати ваниль немножечко дала схожесть с герленовской дабл ванилью вот это алкогольная ваниль что мне он по мне на другая на поле такая так оля здесь есть свободное место да и подальше 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 можешь все 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 фантастика просто вот это вот на закусок это было просто the best of the best просто оля я хочу в нем уйти уйдешь это просто что-то а посмотри какой флакон другой нет здесь тоже золото только здесь глянцевое золото а здесь матово посмотрите вокруг горлышко тоже все залито золотом я впервые кстати обратила внимание а ну мускус такой он не чуть-чуть тоже золото чуть-чуть у меня похож на вот эту фиалку вот какое-то родство у них есть но этот это он по понятнее последний блогер нежнейшая замша нежнейшая я вообще замша прохладная и такая вот тоже холодная я не ощутила пока замши вообще а я чувствую но я не знаю я не могу сказать что я бумагу вот бумага до запах бумаги причем такой приятной но вы не пожимали нежный но это надо на коже но еще ты знаешь что-то звонко я такое слышу вот не просто бумажный такой как притертый запах да как как пыль не дам обычно много чем пахнет такой чуть-чуть гелиотроп оля мне кажется это гелиотроп и какая-то сложно сказать это очень сложно сказать опять такой это не соли флот бежево-серый цвет вот мне почему-то всплывает по цвету не могу еще сказать не пришла светло-светло серый почти белый о и сейчас на дожиму похож а ну что то есть из дожимы вот какая-то ароматы я слышу только микстуру может быть это с другой стороны она слышно может это другого нежный нежный такой прям современный очень вот это действительно это не ретро не классика да вот это современный прямо и все таки в духе да вот дома как-то не сказала по может быть зеленью вот я так я оставила между фиалкой между тоже я вижу оттуда и оттуда какие-то слушая заказала в тревеле его но он настолько хорош думаю может быть заказать флакон подумай сейчас в нем уйдешь мы тебя так хорошенько польем можно можно но такой нежный да он практически такой нюдовый колесный он просто такой благородный что-то вкусное женственный из дожимы есть чуть-чуть легкий намек на молочность но какая-то рисовая молочность но для меня это рисовая не готовая каша а перемолотый свежесмолотый рис до пудра рисовая мука рисовая кстати используешь куда-то когда-то рисовую муку нет вафли можно делать вот такой аромат мы как-то пытались дома делать эти японские пирожные на блотере непонятно ничего вот это я думал что это будет более мощно это так стильно просто фантастика я ее хочу вот этот аромат бежевая сероватая светлая светлая замшинец горил сегодня воля чуть-чуть пушистенький я настолько рада что ты мне предоставила такую возможность искупила все ароматы моли я еще не все искупил оля я тебя уже благодарю в том конечно очень вот вот скажи вот свой мир вот свое звучание загадочно это же если взять такие компоненты как ваниль которая везде и повсюду и много она вообще труда здесь на мне ну что ты ни на что не ваниль еще и с какой-то солью вот сейчас немножко соль вышла кстати ваниль тоже хочу интересно можно ее купить она еще не снятость мнение есть вот таких новых флаконов так мне нужно ваниль мне нужно замша и очень понравился абсолютно я и повтори мне пожалуйста сейчас не вспомню о чем он абсолютно это вот где цитрусовые и тёмные и трус и за ними животные на цитрус и за ними дымок но его надо поносить посмотреть как он на коже раскроется вот такое вот у нас было видео вообще об этих ароматах не хочется ничего снимать хочется просто вот носить радоваться потому что вот они они меня прям вот зацепили так конкретно за душу я их обожаю есть них что-то вот какая-то загадка притягательность что-то цепляющего характеру оно мне как-то близко я вот понимаю хорошо вот это звучание я к ним впервые прикоснулась поэтому я еще должна это прожить осознать до меня должно это как-то сквозь меня пройти я уже понимаю ходить они я понимаю что здесь есть поле для изучения здорово пишите нам что вы носите что вы любите кстати туберозу ты сегодня не взяла туберозу я не взяла я ее ощущала с тебя сегодня в ней было да ну это не твой аромат но я просто единственная из всех которые меня не зацепил скажем я не могу сказать что он мне не понравился он у меня даже был я его когда-то покупала и продала потом не смогла такое носить не моя тубероза а мне вот даже тубероза с ванилью это опять же что-то у них общее есть а комбинировать бы решилась отважилась бы что-то да почему нет можно попробовать интересно вот именно туберозу с ванилью да 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 ну как мне хочется вот каждый аромат так поносить хорошо его понять потому что там такое двойное тройное дно очень сложное раскрытие и они сейчас лучше конечно раскрылись потому что в жару это было не пойми что вот такое было видео надеюсь вам было интересно пишите нам а мы с вами прощаемся до следующих встреч пока пока до следующих встреч пока пока